Когда мы отмаливаем свою вину перед кем-то, мы желаем тому человеку добра и просим Господа простить нам грех, чтобы душа не страдала за него. Но ведь в этом тоже есть эгоизм, совершенно верно. Мы просим себе, чтобы в будущем этот грех не влиял на нашу судьбу, а я так не учил. Как правильно себя настроить и просить о прощении? Ко мне вчера подошла одна женщина, у нее ушла из жизни мама. И она молилась и сказала, что ей уже легче, но что-то в сердце все равно осталось, что с этим делать. Мы начали разбираться с тем, как она молилась, и оказалось, что она думала о маме во время молитв. Но понимаете, проблема в том заключается, что в это время она... Так, что-то у нас со звуком происходит настройка какая-то. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нормально же было? Нет? По-моему, было нормально все сначала. Раз, два, три. Меня слышно сзади, нет? Нормально, да, вот так хорошо со звуком, так хорошо. Итак, мама не получила полную поддержку. И причина заключается в том, что понимание, как это делать, неправильное. То есть она думала о маме. Это значит, что она использовала свои силы для того, чтобы ей помочь. И так как она молилась, и молитва означает то, что угодно Богу, то молитва сработала сама. Но силы были использованы неправильные. То есть во время молитвы надо думать не о маме. Надо думать о святом человеке, о иконе, о святом источнике каком-то. Вот я сейчас буквально три, где-то четыре часа до лекции я купался в, как это называется, Царская гора. Там, а? Царева. Царева, да. Там есть икона Божьей Матери, храмы, ну как бы, иконы Божьей Матери. И там источник святой. Я там купался, и вот я могу сейчас просто вспомнить о том, как я омовение делал. У меня сразу же появляется сила внутри. Я ездил к маме в гости, полтора часа вставляю туда, полтора обратно. И я искупался буквально пять минут, и у меня вся усталость прошла. И до сих пор я чувствую силу внутри. Понимаете? И если я буду вспоминать этот святой источник во время молитвы о ком-то, то постепенно я буду забывать о том, о ком я молюсь. Это значит, что ему становится лучше. Потому что сама по себе память о ком-то указывает на то, что ему нужна помощь. Понимаете, да? Моя психика будет переключаться от того человека, о котором я молюсь, на святой источник или на святость. Это значит, что ему уже становится лучше. Так, если ребенку становится лучше, мама уже занимается своими делами, она о нем не думает. Так? Точно так же родственники просят помощи. Не обязательно это делать вслух. Это через сердце происходит. Даже если родственник ушел из жизни. Поэтому надо думать о святом источнике, о святом человеке, о священном Писании, о молитве. И не отвлекаться на мысли о близком человеке. Потому что мы с ним по-любому связаны в сердце. Он все равно там есть. Хоть мы знаем об этом, хоть не знаем. Когда человек так действует, то маме становится лучше, и сердце качественнее очищается. В сердце появляется сила. И тогда мы выполнили свою задачу. И не надо какую-то свою вину отмаливать. Вина означает объем работы. Некоторые думают, что вина означает, что я должен плакать. Вот не факт, что когда уходит близкий человек, человек должен плакать. Он должен помочь ему. Вот давайте представим картину. Близкий человек ушел. Я, кстати, спросил у этой женщины. Вот сейчас мама перед вами стоит. Как вы будете действовать? Вы будете плакать или радоваться ей? Она стоит перед вами, но она уже ушла в другой мир. Эта женщина увидела маму на тонком плане. Она просила знания о том, что человек не умер. И она ночью, когда она проснулась, существует такое особое состояние, в котором человек может видеть тонкий мир. Это состояние между сном и бодрствованием. Это состояние длится буквально минуту-две, когда человек просыпается и чем-то занимается. В это время он видит тонкий мир. Настраивается. Психика настроена еще на тонкий мир, потому что во сне мы видим тоже тонкий мир. Но для того, чтобы сфокусироваться на чем-то, нужно не спать, а бодрствовать. И вот этот переход дает возможность видеть тонкий мир. И она, эта женщина, увидела маму свою, увидела маму на тонком плане. В квартире, когда она шла по своим делам, она увидела маму в этот момент. И она узнала о том, что мама есть. Ей стало легче. Но полностью не прошло. Когда мы разбирались, как она молилась, оказалось, что она думала о маме в это время. А надо думать о святости в Риммолитве, а не о маме. И мама постепенно из сердца в виде вот этого тяжести, печали уходит. И мы не должны плакать по близким родственникам. Надо помогать им в своем сердце. Слово «вина» означает объем работы, не означает, что надо плакать. Некоторые думают, что когда кого-то хоронят, все должны плакать. Если человек не плакает, значит, что он не любит. Человек должен не плакать, а помогать. На самом деле больше помогает не тот, кто плачет, а тот, кто улыбается. Но это другая улыбка. Не то, что он там балдеет, стоит. На похоронах. У него светлая радость за человека, понимаете? Это значит, что он помогает. Это трудно понять. В древней культуре было нехорошим знаком, если кто-то плачет на похоронах. Люди хотели помочь, а не портить жизнь. Представьте, вы в тонком на тонком теле смотрите на своих родственников, и они плачут в это время. Вам легче станет, нет? А если вам рады, вам легче станет? Легче станет. Надо заботиться не о себе, а о том, кто ушел. И забота означает соединить себя со святостью и помочь ему. Потому что когда человек уходит в другой мир, его тонкое тело перестраивается 10 дней до следующей жизни. И как минимум 10 дней очень напряженная работа в психике должна быть. Если человек эту работу не проделал, то затягивается переход. И длится, может, несколько месяцев. И там на тонком плане человек сильно страдает в это время, потому что ему никто не может помочь. Никто не может помочь, потому что никто не знает, чем заниматься. Поэтому нужно вот так. Хороший вопрос, очень практичный. Полгода назад вы сказали мне, что я что-то рубанула. Вот видите, у меня какой язык. Самарский рубанула. Я самарыш? Сказал ей так неправильно. И это мне мешает выйти замуж. А, понятно. Я поняла, где и всю серьезность произошедшего. Осознала свою роль во всей истории. Я поняла, что за помощью нужно обращаться только к Богу. Тем не менее, вопрос задаете сначала неправильно. Только у Него просить защиты. И никогда даже при самых страшных обстоятельствах жизни нельзя идти другим путем. Теперь никто, кроме меня, не может это отмолить. Прошу Бога вернуть, вернуть полноценной здоровой жизни бывшего мужа. И снять с меня этот грех. Чтобы он не влиял на мою жизнь. Это эгоизм. Ну, хорошо, это правильно. Просто надо думать о Боге в это время, а не о муже. Если вы думаете о муже, вы сами пытаетесь помочь. А это невозможно. Очень трудное такое понимание. Я много тысяч раз об этом говорю. Люди все равно, когда начинают молиться, они не о Боге думают, а о муже или о каком-то еще. Это просто боль, сама боль вызывает концентрацию внимания. Сама боль вызывает концентрацию внимания. Откуда боль, туда и концентрируемся. А надо концентрироваться не там, где боль, а там, где победа от боли, помощь. Если вы... Я не буду говорить о конкретных книгах каких-то. То есть я не хочу ничего обсуждать. Меня просят какую-то книгу обсудить. Я не хочу этим заниматься, потому что... Это все равно приводит к каким-то... Ну, типа я вот оцениваю там что-то. Я не хочу ничего оценивать. Я просто вам рассказываю то, что я знаю. Меня часто спрашивают, а вот это учение, а это учение, а этот человек, а тот человек. У меня нет никакого желания кого-то оценивать. Потому что в оценке всегда означает, что я стою выше. А я не знаю, выше я или нет. Если, допустим, вы о каком-то учении спрашиваете, спросите последователей этого учения. Они вам расскажут все самое лучшее из этого учения. И вы решите, вам это надо или нет. Понимаете? Когда вы пытаетесь понять какую-то ситуацию, надо дать изучать все самое лучшее. Вот, допустим, вы хотите оценить, кто такие украинцы, да, вот что сейчас у нас там напряженка, кто такие украинцы. Если вы хотите это понять, узнайте о них самое лучшее. И тогда у вас будет представление о них трезвое. Потому что самое плохое само лезет в голову. Это не надо изучать. Изучать надо лучшее. Когда человек хороший изучает, наступает баланс. Плохое само лезет в голову. Его не надо изучать. Его не надо культивировать. Оно само лезет в голову. Да? А вы можете ни о ком не думать в это время? Нет, вы ошибаетесь. Вы пробовали? И вы думаете о святости в это время? И не думаете о дочери? Вы уверены в это? Вы просто рассуждаете теоретически. Вы когда молитесь за дочь, вы пытаетесь сосредоточиться на святости. А дочь лезет в голову сама, потому что от нее исходит боль. И когда вы молитесь о святому человеку, то в это время вы должны думать о нем. Когда вы думаете о нем, то дочь успокаивается в вашем сердце. И когда вы совсем успокоитесь, забудете ее, значит, ей уже не нужна помощь. Пока ей нужна помощь, она будет лезть в вашу голову. Вы должны лезть к святому человеку. Да, вы не должны думать, этому надо, этому, потому что вы не источник помощи. Вы не распределитель энергии. Распределитель энергии там находится. Вы должны туда подключиться. Понимаете? И в этом ошибка основная людей, которые хотят помочь. Почему они не помогают? Потому что они себя считают источником помощи. Даже если дочь считает вас источником помощи, вы не должны себя считать источником помощи. Если вы можете помочь, на какой-то степени мы можем помочь. Если мы помогаем, то у нас не возникает перегрузки в сердце. Вы можете, допустим, близкому человеку сказать, у тебя понос, выпей эту таблетку, она поможет. И вы чувствуете в сердце спокойствие. Значит, все нормально, больше ничего не надо. Но если вы чувствуете, что в сердце неспокойно, значит, этого недостаточно. Вашей помощи недостаточно. Вашей энергии недостаточно. Но, значит, это другая. И вы должны настроиться на эту энергию уже. А потом будет тогда результат. Вот сейчас я вам объясняю. Моей энергии недостаточно. Я объяснил несколько раз. Смотрю в ваше сердце. Вижу, что недостаточно. Я начал думать о своем наставке. И с этого момента я почувствовал, что уже нормально. У вас сердце легче стало сейчас? Это не моя послуга. Понятно? Вот об этом я говорю. Можно даже не говорить. Можно сказать, если вы не доверяете, что ваше сердце с ним связано. Можно сказать? Когда вы такое говорите, вы не доверяете двум вещам. Первое. Вы не доверяете о том, что Бог знает, что произошло и чего вы хотите. Второе. Вы не доверяете тому, что вы с ним связаны, с этим человеком. Но если вы всему этого не доверяете, тогда вы можете сказать, я плоды отдаю этому человеку. Это знаете, когда, допустим, ты любимому человеку, близкому очень, приносишь подарок и просто ему даешь подарок и поцелуешь с днем рождения. Но если человек немножко неблизкий, то вы ему должны пояснить. Вы приходите ему и говорите, это тебе подарок. Хотя он видит, что это ему подарок. Но вы еще на всякий случай объясняете, потому что нет близких отношений. Если у вас близкие отношения с Богом, близкие отношения с человеком, вам не надо ничего объяснять. Но если у вас нет близких отношений, то можно сказать дополнительно, я принесла подарок. Понятно с системой? Мне 30 лет, в разводе 5 лет, детей в браке не было, была сильная депрессия. Не надо объяснять, что было, это ваши проблемы. Встретились резкими, встречаются с резкими мужчинами. Это значит, вы тоже резкая. Отношения не получились, депрессия усиливалась. Бог дал мне ребенка. Это самое большое счастье. Девочка родилась с порогом сердца. В 9 месяцев сделали операцию. Сейчас опасности для жизни нет. Ребенок здоров. Мне приходится много работать, чтобы расти ребенка. Женщина или занимается тем, что выполняет свои женские обязанности в жизни, то есть заботится обо всех. Заботится о родителях с добротой, с нежностью, о детях, о людях. И тогда Бог ей дает, так как она становится красивой от того, что она заботится. Бог ей дает хорошего мужа, и ей не надо работать. Но если женщина не выполняет свои женские обязанности, то ей приходится много работать. Спасибо за это предложение. Вот. Поэтому надо разобраться с женщинами в этом вопросе. Почему женщине приходится много работать? Что это за несправедливость? Нет в этом мире несправедливости. Все справедливо. Если женщина много работает, значит, она не выполняет свои женские обязанности. Когда женщина в сердце становится красивой? Когда женщина становится красивой снаружи, она кому нужна? Ну, когда она делает разрезики всякие, там, ножки открывает, вбается, вот так ходит. Кому она нужна? Она нужна мужикам, которые хотят секса. А если она становится красивой изнутри, кому она нужна? Мужчинам, которые хотят с ней жить, жизнь. Поэтому, как женщине стать изнутри красивой? Для этого надо функционировать как женщине. Надо заботиться о всех, прощать, любить, дружить. Быть активной как женщине. Не как манекен, которого надо использовать, куколка, которую красиво надо использовать. А как человек, которым можно жить. С куколкой же не проживешь. Правильно? С человеком живу. Поэтому, если вы ведете себя как женщина со всеми, то есть с добротой, с любовью, вы становитесь красивой изнутри. И Бог сразу вам дает человека. У многих женщин возникает вопрос, насколько быстро, вот я красиво изнутри становлюсь, как насколько быстро мне Бог даст человек? Ответ очень простой. Вот смотрите, если, допустим, на площади Кирова растет красивый куст из дроуз. Ну, растет, никому не нужный. Как долго он там прорастет, прям посреди площади? Долго? Быстро уже кому-то станет нужен, да? А если там верблюжья колючка растет? Не, не подойдешь, она колется со всех сторон. Сколько она там прорастет? Пока, да, пока дворник Федя не придет, ее не покоться. Итак, видите, если женщина, женщин очень мало в обществе, мужчин и женщин мало. Когда мужчина становится, вот женщина, смотрите, вот женщины, кто не замуж. Сейчас будем тест проводить. Вот мужчина очень ответственный, очень серьезный, хочет заботиться, служить женщине. Но вы не знаете, как он выглядит, как его зовут и даже сколько ему лет. Кто бы из вас вышел за него замуж? Поднимите руку. Видите, вот уже готов выйти замуж, даже человека не знает. Видите, мужчина созрел, и уже многие женщины готовы выйти замуж. Теперь мужчина, вот женщина добрая, нежная, ласковая, отзывчивая, вот. Она хочет заботиться, быть верной женой, никогда не бросит. Вы точно знаете об этом. Но вы не знаете, как она выглядит. Кто из вас берет замуж сразу сходу? Есть такие? Вот три человека смело руку поднимать. А вы такая? Вы такая? Вот в этом весь вопрос. Понимаете, если человек созревает, он уже перед Богом чист в этом вопросе. Если человек становится тем, каким он должен быть, тогда нет вопросов о замужестве. Вопросы о замужестве всегда есть, когда товар некачественный. Им надо делать рекламу какую-то, цены сбрасывать, разрезики делать, цену снижать, делать скидки. Если товар новый, качественный, то можно по большой цене продавать хороший товар. Не импортный, а настоящий, самарский. Через брачное агентство я познакомился с прекрасным мужчиной. Какое брачное агентство? У меня на сайте группа ВКонтакте «Законы счастливой жизни». В этой группе 200 тысяч человек. Что вам, не найдете никого? Или вы на фестивале 650 человек приезжает каждый год. Там знакомится куча народа. Поехали на фестиваль, послушали лекции, пожелали всем счастья, познакомились. Фестиваль начнется вот уже через полмесяца. 16 мая заезд. Еще можно купить билетик. Там 50 мест где-то осталось. Покупайте, приезжайте, знакомьтесь. Свадьбы там прям сыграем на фестивале. Видите? Была у него в гостях. Зовет замуж. Ходим к астрологу. Совместимость маленькая. Астрологи всегда портят всем жизнь. Основная несовместимость. Потому что у них у самих проблем у астрологов. Они ищут только недостатки сидят. Блин, ну где же несовместимость? Люди искали, искали друг друга, нашли. Пошли в дуру к астрологу. Астролог же часто не святой человек. Он обычный человек. Просто выучился этим всем. А раньше в древней культуре астрологи могли заниматься только очень высокого качества люди. Потому что цель астролога – это не помешать людям, напугав их, а помочь им преодолеть препятствия. Он должен первое понять, насколько они хотят быть вместе. Если они хотят, значит, он должен им помочь. Скажет, ну совместимость не такая высокая. Ну на самом деле мы сможем. Астролог говорит, у вас два брака. А человек еще не был женат. Что это значит? Значит, что будем расставаться. Он такой вопрос наводящий задает. А первый брак сколько может продлиться? Два года. И этого астролога надо прямо сразу расстреливать. Без разговора. Потому что он разрушил уже одну семью. Люди же верят в это во все. Потом начинают об этом думать. А так как есть предрасположенность к тому, что он сказал, он же пользуется картой. А это серьезный закон. Действительно может так случиться, что трудности начнутся через два года. И люди думают, ну все, шансов нет, надо расходиться. И этого астролога прямо надо ему сделать точечный массаж лица. Всеми четырью пальцами. Хороший массаж надо сделать ему. А если это тетя, то ей надо по копе побить хорошо. Чтоб она больше так не делала. Я уже столько обидел этих астрологов, которые портят жизнь людям. Прежде чем идти к астрологу, хорошо подумайте. Стоит это делать или нет. Лучше к священнику сходите. Лучше к наставнику сходите. Он вам в тысячу раз больше скажет нужную информацию. Он тоже видит опасности и расскажет вам, как их преодолеть. Есть, конечно, хорошие астрологи, но мало. Мало астрологов, которые помогают в основном портить жизнь. Это мой опыт. Любви я к нему не испытываю, но человек прекрасный. Это классно. Это хороший знак. Сейчас для меня стоит вопрос. Выезжать к нему с моей дочкой и выходить замуж или нет? Поднимайтесь. Кто спрашивает? Где человек? Как зовут человека? А? Леонид? 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 Янис? Яник. Яник. Француз. Француз. Уезжать. У вас будет отношение медленно развиваться, но он очень стабильный человек. Он вас никогда не бросит и не подведет. Он такой же, как вы, несчастный. Не нужна хорошая жена. А русские женщины гораздо лучше французы. Сто процентов. Без всякого сомнения. Поэтому едьте и не сомневайтесь. У меня полное ощущение, что я не лишила свою судьбу и что мне может беспокоиться лучше. Сейчас у меня в Самаре друзья. Я хожу на йогу. Уезжать. Вам Бог дал человек, а что вы скупитесь? Вы выбираете между счастливой жизнью и замужеством или что? Что вам не хватает? Чтобы понять, что Бог дал человек, надо ехать. Женщина должна выбирать всегда семью, а не йогу, друзей и все прочее. Понятно, нет? Понятно. Это не астрологическое. Что я только... Это астрологическое совместимое. Приведите мне этого человека, я ему пару слов скажу просто. По-русски. Часто люди себя Богом считают, понимаете? Они соединяют людей, чтобы их разъединять. Астрологическая совместимость определяется, когда еще людей не совмели. Это совсем другая вообще вещь. Они не знают, как работает ведическая культура. Люди еще общить друг друга не знают, они не знакомились. Между ними связь не возникает. Просто приходит отец, родители двух кандидатов. Они хотят родителей познакомить своих детей, смотрят карту. Если карта плохая, они не знакомят. Но если люди сами уже Бог их свел, уже отцу их познакомили. Бог их познакомил. Какая астрологическая совместимость. Вот вы можете сейчас сказать себе, я хочу бросить этого человека? Можете, нет? Можете или нет? Не знаете? Потому что вы не знаете, кто создает отношения. Вы думаете, что вы сами их создали. Это Бог вам дал человек. Если вы считаете, что вы сами можете создать что-то или найти кого-то, идите, найдите 10 рублей в Самаре. Ищите, ищите, ходите. Если не найдете, едьте во Францию. Скажите, есть храмы разных духовных конфессий. Не хватает лишь храма для людей, изучающих Веды. Почему вы думаете, что обязательно нужен храм для людей, изучающих Веды? Бог сам решит, какие храмы должны стоять на этой земле. Веды можно изучать и без храма. Что? Есть клуб федических встреч. Да, клуб федических встреч. Есть много мест, где можно найти друзей. В том числе изучая Веды. Я росла без отца, с мамой отношения неоткрытые. Сейчас живу с мужчиной, он старше меня на 19 лет. Предлагает выйти за него замуж. Стоит ли соглашаться? А какие варианты? Если вы уже живете с мужчиной, надо выходить замуж. Год пожили вместе, уже муж и жена. Все. Бог, значит, хочет вам такого человека дать, чтобы он был старше на 19 лет. У меня жена младше на 14 лет. Я ее спрашиваю, ты не жалеешь, что вышла замуж за человека, который намного старше? Она смотрит на меня и говорит, а что мне за пацанов выходить? У каждой женщины свое понимание. Если вы и так вышли замуж, значит, у вас такое понимание. В чем проблема? Мне всегда помогает. Молодец. Трудную минуту? Нет. У детей, потому что сердце очень открытое, они чувствуют истину. Могут поддакивать в нужный момент. Напряженные отношения со свекровью. Только подумаю о ней, раздражаюсь, срываюсь на мужа и детях. Он успокаивается с помощью алкоголя. Видите, я раздражаюсь, срываюсь на мужа, а он успокаивается с помощью алкоголя. У меня вопрос. А что хуже, срываться на мужа или женщина срывается на мужа, или муж выпивает? Что хуже? Одинаково. Одинаково. Это одно и то же. Потому что энергия любви мужчин берется от женщины. А женщина ее берет откуда хочет, потому что она сама источник любви. Мне психика так устроена, что она может любить маму, папу, ребенка, всех может любить, подружек. А мужчина может любить только жену. И когда жена на нее срывается, любовь заканчивается на этом. А если он духовно не развитый человек, он не может любить Бога. Не может Богу дать свое сердце доверить, чтобы успокоиться. И значит, что он идет к бутылке и пьет. Я не знаю ни одного пьющего мужчину, женатого, у которого бы жена выполняла свои обязанности. Ни одного. У меня 20 лет практики, консультирования семейных пар. Ни разу не видел такого, чтобы жена, которая имеет мужчину, который выпивает, выполняла правильно свои обязанности. Ни разу такого не видел. Первая обязанность какая? Женщина должна верить в свое муже. Вера, то есть женщина соткана из благословения или проклятия. Это как сгусток благословения или проклятия. Вот женщина, которая верит в мужа, она его меняет в лучшую сторону. А женщина, которая думает о нем плохо, она его меняет в лучшую сторону. Вот она такая сила, которая все время все меняет. Женская женщина, она делать ничего не надо. Она меняет все просто мыслями. Не огромная психическая сила внутри. Если женщина плохо думает о муже, то он еще хуже становится. Вот и все. А если она хорошо думает о муже, и вы спросите, а женщина зададите вопрос, Олег Геннадьевич, о чем можно о пьянице хорошо думать? А вот это и есть ваш объем работы. Вот садитесь утром и начинайте думать о святости. И постепенно в вашем сердце мысли о муже будут все лучше и лучше. Потому что вы будете побеждать свою судьбу в своем сердце в это время. И когда вы ее победите, муж начнет чувствовать угрызение совести от того, что он пьет. И с каждым днем ему пить все тяжелее и тяжелее будет. Будет раскаиваться, страдать от того, что он пьет. И он бросит в конце концов. Я за отца своего молился, чтобы он не пил. Он всю жизнь пил. Он молился. И Бог дал ему болезнь. Которая заставила его бросить пить. Он выпивает чуть-чуть и начинает тошнить его сразу. Он плюнул и сказал, не могу ничего сделать. Убери эту бутылку. Бог победил отца. Если у ребенка нервный тик, не узнали лечить его таблетками, или надо самой как-то изменить к этому отношению. Если вы имеете болезнь, какую-то болезнь имеете в жизни, то есть всего два способа действовать. Первый способ – это попытаться с помощью молитвы или каких-то поступков помочь человеку. Если вы чувствуете, что ничего не меняется, надо лечить его с помощью другого человека, который будет использовать что-то. Есть в целом два способа лечить человека. Первый способ – это воздействие на грубое тело. И это означает химические таблетки какие-то. Этот способ используется, когда нет других способов никаких. Например, зуб болит, и мы не можем никак ничего сделать на тонком плане. Психическим способом не можем вылечить. Тогда надо выпить таблетку. Не надо оставлять боль. Боль разрушает психику. Если есть возможность лечить тонкими методами, есть один способ – это воздействие на грубое тело. Другой способ – воздействие на тонкое тело. Как воздействовать на тонкое тело? На тонкое тело воздействует с помощью энергии солнца, энергии воздуха, энергии земли, энергии воды, энергии гор. Энергии деревьев, энергии растений, энергии человека. То есть человек может свои энергии лечить. Там, это сенсорное какое-то воздействие. Энергии пищи. Энергии камней. Можно воздействовать на болезнь. И теперь вы меня спросите, а какой метод эффективнее? Воздействовать тонким способом на болезнь? Или воздействовать грубым способом? Воздействовать тонким способом на болезнь в сотни раз эффективнее. В сотни раз эффективнее. А воздействовать грубым способом, но воздействовать тонким способом в сотни раз так же сложнее, потому что люди в основном не понимают, как это работает. Даже врачи многие не понимают, как работает трава по-настоящему. воздействовать грубым способом менее эффективно, но более просто и вам придется все равно выбрать или грубым способом воздействовать или тонким, потому что если вы не найдете врача, который может тонкими методами лечить тогда лечите грубыми человек должен все равно как-то победить болезни, хоть так, хоть сяк и так первое это пытаться самому победить, если видите не работает, значит надо сначала поставить диагноз, это если это опухоль, особенно злокачественную не надо экспериментировать, надо сразу же действовать не своими силами, а с помощью энергии этого мира врачей там, святых и есть всегда один хороший способ помочь человеку, это попросить сильного человека духовного за него помолиться, это может помочь быстрее всего и так поняли три метода один своими силами, второй силами врача, третий с помощью духовного человека, и медицина бывает двух типов один тип это лечение грубого тела, другой тонкого тела это лечение тонкого тела там же почти нет химии никакой ну вы понимаете, что там почти нет этой травы она настолько маленькая концентрация что вы сейчас в воздухе вдыхаете больше чем там в этой таблетке гомеопатии понимаете, это на психику воздействует через тонкое тело иглоукалывание иглоукалывание это промежуточный метод часть на грубое тело, часть на тонкое таблетка 0 Продолжение следует...